В закон надо, во-первых, обратиться к основам законодательства Российской Федерации о нотариате. По поводу выдачи свидетельств о праве наследства там говорится следующее. Свидетельства о праве наследства выдают государственные нотариальные конторы. Но на сегодняшний день у нас в 47 субъектах Российской Федерации не осталось государственных нотариальных контор. Закон предусматривает и такую возможность. Он говорит, что в том случае, если в нотариальном округе нет государственных нотариальных контор, выдачу свидетельства праве наследства осуществляют нотариусы, которым такое право предоставлено органам юстиции и нотариальной палатой, соответственно, совместное решение. И в этом случае происходит распределение наследственных дел. Каким образом? Во-первых, для того, чтобы избежать дублирования, для того, чтобы по одному имуществу не было выдано нескольких свидетельств разным людям на разное количество имущества, ведь ведение наследственного дела, выдача свидетельства права наследства – это одно из наиболее кропотливых и сложных нотариальных действий. Потому что надо определить наследственную массу, надо выяснить, что принадлежало наследодателю, какой круг наследников, определить доли имущества, которое причитается, обязательная так называемая доля и прочее. Поэтому, чтобы не было такого дублирования, наследственное дело после смерти конкретного наследодателя может вести только один нотариус. Не может быть, что часть дела ведет один, часть дела другой – только один. И вот здесь распределение происходит следующим образом. Это просто надо знать уже в конкретном субъекте Российской Федерации, даже в конкретном населенном пункте. Где-то это делается, за каждым нотариусом закрепляется территориально. Улицы, дома, кварталы, жилые районы, микрорайоны с указанием конкретной территории, на территории которых жили наследодатели, вот эти территории отдаются в наследственные дела, компетенцию конкретному нотариусу. Существует другая форма, когда наследственные дела ведутся нотариусами по алфавитному признаку, то есть по фамилиям умерших. Вот у меня, например, умершие, фамилии которых начинаются А, Б, В и Э, Ю, Я, ведет нотариус Клячин Е. Другой нотариус на букву К, умерший на букву К, на территории такого-то района, такого-то города, ведет такой-то нотариус. Поэтому совет телезрителям в каждой нотариальной конторе, в любой нотариальной конторе, они могут узнать принцип распределения наследственных дел в этом субъекте федерации, там, где умер человек. Сегодня мы в соответствии с законом новой главой о налоговом кодексе, о чем мы уже говорили, должны производить оценку имущества, которое передается по наследству, давать им рыночную оценку. И вот здесь мой совет и рекомендации гражданам, которые получают, ну, бывает, допустим, там, акция какого-то мукомольного завода, которая на рынке сегодня стоит 3 копейки. Обнахождение и собирание документов, подтверждающих право собственности умершего акционера на эти акции, займет гораздо больше времени, усилий, и в том числе финансовые затраты у этих людей, хотя бы там на транспорте, сколько они потратят для того, чтобы получить или на почтовую там рассылку, отправку корреспонденции. Поэтому мы говорим, выясните, что стоят сегодня эти акции на рынке. Если они ничего не стоят, то они вам зачем нужны? Не оформляйте вы пока свои наследственные права, а мы, поскольку говорим о рыночной оценке, то любой оценщик, который имеет право на оценочную деятельность, он же не будет бесплатно работать. И эта работа по оценке порой может быть гораздо больше, чем сама цена этих акций. Поэтому мы говорим, вы выясните, сколько стоят эти акции. Потом никто не лишает, бывает так, сегодня не котируются, завтра вдруг раз поднялось общество. Акции стали, в цене поднялись. Имеет смысл на них уже получить свидетельство о праве наследства. У наследника всегда есть право обратиться к нотариусу и получить дополнительное свидетельство о праве наследства. Если он получит на другое имущество, то на это. Важно ему прийти и написать заявление вовремя о принятии наследства. А заявление о выдаче свидетельства он может написать в другое время. Поэтому здесь никто не чеит права, некоторые люди боятся, вот сейчас не получу, потом не дадут, такого не будет. Нотариус, выдавая свидетельство о праве наследства, должен в этом свидетельстве указать ряд сведений, ряд параметров. В том числе фамилию, имя отчества умершего, фамилию, имя отчества наследника, место жительства наследника, состав наследственного имущества он должен указать, и в том числе цену этого имущества должен указать. А вот цена определяется рыночная, должна быть указана рыночная цена. Рыночную цену на акции у нас могут производить, и не только на акции на другое имущество, могут производить только организации, которые имеют лицензии на право оценочной деятельности. Если гражданин обращается к нотариусу и просит что-то сделать, ну, удостоверить доверенность. А нотариус говорит, не буду удостоверять. И объясняет почему. Ну, например, потому что такая доверенность на распоряжение имуществом, которое выведено из гражданского оборота, допустим, я там доверяю вам продать автомат Калашникова. А автомат Калашникова является предметом, исключенным из гражданского оборота. И нотариус не будет удостоверять такой документ. Тогда лицо, которое не согласно с действиями нотариуса, большая часть людей понимает, раз юрист, нотариус сказал нельзя, значит нельзя. Кто-то не согласен. Допустим, наследник приходит и говорит, прошу выдать мне свидетельство о праве на наследство. А нотариус говорит, вы наследник по закону, а есть завещание у наследодателя, вам ничего не причитается. Человек недоволен, он говорит, дайте мне постановление об отказе выдачи свидетельства. И вот в этом случае нотариус обязан в течение 10 дней выдать постановление лицу о том, что он ему отказывает в совершении такого действия, как выдача свидетельства о праве на наследство или удостоверение такой доверенности, о которой я говорю. И вот это постановление уже гражданин может обжаловать в суде. То есть существует судебный контроль. Гражданин обжалует суд, и суд уже смотрит, прав нотариус был или не прав, когда отказывал. Существует другая форма контроля за деятельностью нотариуса. Каждый нотариус должен быть членом нотариальной палаты субъекта федерации, в которой он работает. Если это нотариус Тюменской области, он является нотариусом Тюменской областной нотариальной палаты. Если он нотариус Екатеринбурга, то он является членом нотариальной палаты Свердловской области. И нотариальные палаты имеют определенные полномочия по контролю за деятельностью нотариуса. Ну бывает, допустим, что нотариус обязан по закону сообщать, если он отсутствует длительное время, он должен поставить в известность нотариальную палату. Приходят граждане в контору за тем же свидетельством о правильном наследстве, нет нотариуса. Куда делся? Никого не известил, не приупредил. Это уже вопросы не применения закона, а организации деятельности. За этим тоже следит нотариальная палата и должна соответствующим образом реагировать. Вопросы делопроизводства входят в компетенцию учреждений юстиции, раньше назывались территориальные органы Министерства юстиции. Сейчас это федеральная служба регистрации Росуправления, территориальные федеральные регистрационные службы. То есть они вправе осуществлять контроль за правилами делопроизводства. То есть нотариус, поскольку оно наделено полномочиями от имени государства, действует от имени государства, естественно, должны быть и формы контроля. Поэтому такие формы, судебный контроль, профессиональный контроль, он существует. Налоговый контроль. Безусловно, нотариус получает доходы, он является субъектом уплаты налогов. Контроль за уплатой налогов осуществляет налоговая инспекция. Так что достаточно много форм, методов контроля. С нового года стало необязательным такое нотариальное действие, как заключение договора ипотеки. Квартир, прежде всего, и вообще залога недвижимого имущества. Объясняется это желанием наших властей создать в России рынок доступного жилья. Мы к этому относимся к самому созданию рынка жилья доступного. Мы, естественно, относимся с одобрением. Но пути решения этой проблемы, в том числе умаления, ограничения возможностей правовой защиты участников этого рынка, а таковым умалением, безусловно, является отказ от обязательного нотариального удостоверения договора ипотеки, мы считаем это неправильным, потому что, естественно, не полтора процента, которые платили нотариусу за удостоверение договора, получая взамен гарантии законности, конечно же, не эти полтора процента сдерживали рынок доступного жилья, и отнюдь он не стал более доступным из-за того, что не стал обязательным визит к нотариусу. Мы предлагали, у нас были нормальные взвешенные предложения, мы использовали здесь и западный опыт о том, что можно и нужно было сделать ту самую регрессную шкалу, конечно, полтора процента – это большой процент, большая плата была за нотариальное удостоверение, мы предлагали сделать разумную плату, начиная там с одного процента, и в зависимости от чем дороже, я еще раз говорю, цена, тем меньше тот процент, который бы платили нотариусу, но оставить надо было обязательное удостоверение, потому что, как мне кажется, и я в этом абсолютно убежден, в ряде случаев для обеспечения общественной безопасности государство должно устанавливать определенные правила поведения и обязывать граждан вести себя в соответствии с законом, в том числе совершить визит к нотариусу. Но к нам не прислушались, я думаю, что в целом, даже когда в 95-м году принимали новый гражданский кодекс и отменили обязательно нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью, я считаю, что это тоже было неправильным сделано, потому что, еще раз говорю, недвижимость – это особый объект гражданских правоотношений, с недвижимостью связаны очень многие, с недвижимостью, с конкретной бывают порой связаны интересы очень и очень многих лиц, затрагиваются интересы этих лиц, очень многие социальные отношения базируются на какой-то недвижимости, поэтому заключать договор в простой письменной форме, отказаться от правовых гарантий и предопределять возможность возникновения в последующем споров, которые помогают избежать нотариуса, на наш взгляд, неверно. Нам говорят, что вот есть учреждения по регистрации, которые должны проводить правовую экспертизу, но учреждения по регистрации никогда не делают и не сделают того, что делает нотариус, а именно они не осуществляют той посреднической миссии, о чем мы говорили, и они не обязаны предотвращать конфликты, они не обязаны разъяснять смысл и значение совершаемых действий, они не обязаны устанавливать вплоть до того, что дееспособность, а ведь нотариус, все договоры заключаются, подписываются в присутствии нотариуса, это очень важный факт. Тогда как в регистрационный орган можно отнести договор, подписанный лицом, а оно может в это время было в состоянии, ну, вплоть до того, что алкогольного опьянения, когда человек не осознавал то, что он делает, ему дали, он подписал, а потом он говорит, да, я подписал, не знаю, что там написано вообще. А нотариус, в обязанности нотариуса входит разъяснение того, что делается, поэтому это гарантия того, что не будет спора в дальнейшем. А всякие споры, они не только нежелательны, потому что, ну, это нагрузки как эмоциональные, так и материальные на человека ложатся, но мы знаем массу случаев, когда последующий спор, возникший, даже его разрешение судом, не может сторонам возместить ущерб, который причинен, потому что квартира продана, деньги получены, пущены на какие-то цели. У должника или у лица виновного в нарушении прав нет денег, чтобы возместить причиненный ущерб.